Всем привет! Я хочу затронуть больную для каждого присутствующего здесь тему. Это тема политзаключенных. Годовщине протестов очевидно, что их станет еще больше. У меня буквально в четверг было задержано двое друзей. Это анархисты Александр Белов и Евгений Рубашко. Кроме участия в анархистской деятельности, они участвовали в многих публичных инициативах. Они много лет кормили на улице бездомных. И тех, для кого три раза поесть в день – это роскошь. Я приходил на эти акции и наблюдал, что в Беларуси таких людей достаточно. Также Александр участвовал много лет в таком проекте, как «Калиласка». Думаю, многие тоже про него знают. И как бы это активные ребята. И такие ребята в Беларуси на свободе, им находиться невозможно сейчас. Оба моих товарищей, они буквально две недели были в Польше. Они могли здесь спокойно остаться, но они считали, что правильно быть в Беларуси. И они все равно вернулись, несмотря ни на что. Они смелые ребята, и диктатор это не поддерживает. Поэтому они все сидят. Также есть такой парень, как Андрей Казимиров. Он обвиняется в массовых беспорядках в Бресте в первые дни. Он уже полгода находится в московском СИЗО. Его хотят депортировать. Все обжалования уже прошли. И процесс депортации, то есть, ну все, уже обжалование не подлежит. Его будут депортировать буквально на днях. Поэтому, кто находится в России, там тоже небезопасно. Откуда нужно уезжать. Мой товарищ не успел, и скоро будет тоже очередным политзаключенным. У каждого из здесь присутствующих есть друзья, есть знакомые, кто сидит. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про этих людей. Им нужна наша поддержка. Их нужно помнить, нужно распространять об их информации. Всем спасибо. Еще хотел сказать, что ребятам применируют популярную 342 статью. И ребята были подвержены пыткам для того, чтобы получить пароль от их техники. Ну и сейчас неизвестно. Возможно, их прямо сейчас тоже пытают.